ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, моё имя Гаджет! Хе, а фамилия что ли, инспектор? А вот этот шутник, это внутренний голос. Сегодня мы порадим вас разнообразием девайсов. Дашь голос? Да. Ну тогда понеслась. Lenovo ID Pad S10. Исключительно приятная машинка. Довольно шустрая, с отличным экраном, долгоиграющая и, на удивление, безглючная. Доставшаяся нам на тестирование модель производит внушительное впечатление. Эффектная цветовая гамма, прочный пластик. Клавиатура радует чётким откликом клавиш и практически полноразмерными кнопками. Сенсорная панель нетбука отличается в меру шершавой поверхностью, способствующей более точному позиционированию указателя мыши. Это важно, поскольку с нетбуком часто приходится работать в неудобном положении, на весу там или на коленях. Девайс умеет использовать сенсорную панель в качестве полосы прокрутки, что удобно. Нетбук оборудован отличным 10-дюймовым экраном. Построен на процессоре Intel Atom с частотой 1,6 ГГц. В стандартном варианте ёмкость оперативки 1 ГБ DDR2 в модулях SD-RAM. В качестве основного накопителя используется жёсткий диск на 160 ГБ. Ну и, само собой, в наличии беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth. Два порта USB, стандартный адаптер карт памяти и гнездо расширения экспресс-карт. Конструкция тоже хорошо продумана. Удобно организован доступ к отсеку оперативной памяти. Планку памяти можно заменить. Максимальная ёмкость оперативки 2 ГБ. Крышка этого отсека на нижней поверхности нетбука фиксируется двумя винтами, что позволяет производить такой апгрейд без каких-либо затруднений. Машинка сравнительно лёгкая. Дорожная масса 1,5 кг. В сумку или рюкзак влезает как родной. А поскольку корпус матовый, то и не царапается почти. Ну, если только очень постараться. Реальное время работы от аккумулятора около 3 часов. Для современных нетбуков с 10-дюймовыми экранами результат более чем хороший. Аккумулятор, естественно, сменный. В общем, по соотношению цены и качества едва ли не оптимальный выбор сезона зима 2009. Этот нетбук уверенно справляется с самыми разными задачами и его вполне можно рекомендовать всем поклонникам марки IBM Lenovo. Функциональность на уровне, а надежность и долгий срок эксплуатации гарантированы громким именем изготовителя. Знаешь что, голос? Все твои пресные рассказы тебе когда-нибудь аукнутся, понял? Это как это? Как-как? Вот в один прекрасный день, хоп, не будет тебя мать. Ты мне угрожаешь? А ты что, такая важная шишка, чтобы тебе угрожать? Нет, я просто тебя предупреждаю. И что мне теперь делать? Что-что, заканчивать три пакса и вперед про следующий девайс и нести информацию в массы. ASUS 3EPC 1000HD. Пионер направления нетбуков, ASUS Tech Computer, по-прежнему сохраняет лидерские позиции. Наследница и продолжательница традиций самых первых нетбуков серии 3EPC, модель 1000HD. Это мобильный компьютер с диагональю экрана чуть больше 10 дюймов. Аппарат построен на базе чипсета Intel 910 GML. Процессор Intel Celeron M353. На борту уже установлен 1 гигабайт памяти DDR2. Габариты оказались вполне достаточными для того, чтобы снабдить нетбук практически полноценной клавиатурой. Даже клавиши со стрелками не уступают по размерам настольным клавам. Поверхность крышки глянцевая, но не слишком маркая. По крайней мере, заметных отпечатков пальцев на них не остается. Расположение 1,3-мегапиксельной камеры над экраном и микрофона под ним представляется вполне разумным. Кстати, в комплекте с этим нетбуком идет черный чехол из какой-то прорезиненной ткани. Очень удобная вещь, учитывая, насколько часто компьютеры этого класса путешествуют в рюкзаках и дорожных сумках. В числе портов и разъемов нетбука 100-мегабитный Ethernet, 3USB 2.0, адаптер карт памяти 3 в 1, традиционный для всех компьютеров этого класса VGA-выход. Беспроводные соединения можно устанавливать как в сетях Wi-Fi, так и с устройствами Bluetooth. Среди приятных особенностей эргономики 3EPC 1000HD можно отметить также привычное ноутбучное расположение клавиш сенсорной панели, наличие четырех программируемых кнопок вызова программ над основной клавиатурой, а также двух кнопок с уже назначенными функциями. Первая отключает дисплей, вторая меняет разрешение экрана, третья открывает доступ к управлению питанием, четвертая стартует Skype. Доставшийся нам на тестирование нетбук комплектовался расширенной батареей емкостью 6,6 Ампер в час. Его дорожная масса составила 1660 грамм. Многовато. Но это и скупается увеличением времени автономной работы. Резюме. Добротный и хорошо проработанный нетбук. Единственное, что смущает, цена в районе 18-22 тысяч рублей. Все-таки для нетбука это многовато. Но на такую машинку и потратиться не жалко. Нужно как-нибудь разбавить это ноутбуковое безумие, которое воцарилось в программе. СТГ. СТГ. Самым тупым гаджетом на этой неделе признается... Знаете, я даже не знаю, как назвать. Давайте посмотрим, что по этому поводу пишет сам автор. Дизайнерский дуэт создал радикальную концепцию, как они сами говорят, изофон. Это такое средство коммуникации, которое можно описать как смесь телефона и плота. Человек надевает на голову шлем, который блокирует весь периферийный отвлекающий звук и держит голову над водой. Находясь в пространстве, в котором никто не может помешать делать телефонные звонки. Ох уж эти мне дизайнеры, а! Странные все-таки люди. И девайсы у них очень странные. Ну что поставим? Десяточку. Согласен. Ну что, продолжим удивлять разнообразие? MSI Bravo EX620. Это мощная мультимедийная машина с фирменной технологией Cinema Pro. Как легко догадаться, он предназначается для улучшения экспириенса при просмотре видео. Тыкаемся в одноименную кнопку. Автоматически активируется специальный режим Movie Mode. Активируется Dolby звук и встроенный сабвуфер. Плюс фирменная технология управления питанием Eco Engine. Экран роскошный. 16 дюймов, формат 16 на 9, крутит видео, как говорил классик, без черных полос. Плюс очень широкие углы обзора, HD и все дела. В матрице дисплея реализована фирменная технология улучшения цветопередачи MSI Vivid. Графическая подсистема построена на карте ATI Mobility Radeon HD 3470 с видеопамятью 256 мегабайт. Мощность графической карты достаточно даже для некоторых современных игрушек. Эргономика аппарата продумана хорошо. Особенно радует оригинальная текстура поверхности. Она какая-то теплая на ощупь. Черно-серебристая гамма. Прикольная планка сенсора, с помощью которой можно управлять системой. Эх, умеют, блин, делать. Ну и, разумеется, все фишки, присущие современному ноутбуку высокого класса. Беспроводные адаптеры всяких видов, разъемы USB-E и SATA, оптический привод, карт-ридер, веб-камера и тому подобное. Резюме. Машинка для ценителей. Однозначно. Я бы от такой не отказался уж точно. И гаджет, наверное, тоже. Убрать с нее Vista и поставить XP вообще будет супер-девайс. Ну, впрочем, и так неплохо. Голос. Вот только по правде скажи мне, что у нас сегодня в программе одни обзоры ноутбуков? Ну, если по правде, то кризис. Че, серьезный кризис? Да че таки пишишься-то, просто, ну, пацанчики подскочили, да, ну, пообщались, да, ну, пообщались, да, по глазу пошлялись. Да, и че, ну, сколько? Просто мы полешали. Кинули. С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок